Правильно, правильно. Правильно, вот... То есть напряжение есть, потому что человек торопится и спешит? Торопится, потому что когда есть висящая проблема, всё мобилизовано, как её решить? Поэтому напряжение растёт, потому что без этого напряжения нет перебора решений, как решить эту проблему. Да, вот если сейчас проблема такая, что ему надо торопиться куда-то, а его эта чаша успокоит, и он опоздает куда-то так, поэтому он двойне напряжён. А вообще-то это предназначено для того, чтобы человек пришёл в состояние гармонии, да? Да, через звукотерапию, чтобы человек снял какой-то внутренний стресс, внутренний зажим. Происходит разблокировка. Он, например, думает, либо где-то в каком-то, так скажем, энергетическом центре у него есть застой. И через вот этот звук он может, в общем-то, освободить этот застой, и человеку просто легче становится. А когда вы делаете, вы чувствуете гармоничное состояние, да? Я просто чувствую, где у человека, в каком области, в каком энергетическом центре происходит у него застой, ну, у человека. Понятно. А сами чувствуете? А сами, конечно, чувствую тоже, да, вот вибрацию чаши. Да, удивительно, удивительно. Да, вибрация чаши, она просто передаётся через ладони, казалось бы, вот. И в зависимости от того, как вот она стоит, да, она может играть, и как вообще у самого терапевта вообще внутреннее состояние, то есть она тоже реагирует. Удивительно. А из какого она металла? Это вообще тибетская чаша. Она, вот если посмотрите, внутри у неё такой выбит звук Ом. Вот это из тибета чаша. А я смотрю, там две таких палочки. Как они правильно должны называться? Это стик. То есть он разный. Он может быть вот такой звук, пожалуйста. Вот таким я попробую вам показать. А если у вас другое настроение, будет по-другому звучать? Она может не играть. Может играть, да? Да, то есть она вообще может, то есть она когда чистится под помещение чаши, да, то есть вот, например, вот этим стейком, она немножко у неё другой звук, более такой тонкий, что ли, я бы так сказала. Видите, она ещё звучит, то есть сама. Например, если есть такая задача почистить помещение, она может не звучать. Да, то есть какое-то время, и вообще это, так скажем, ну, живой предмет. То есть вот у меня есть ещё одна чаша, она у меня очень капризная, я считаю. То есть она тоже с тибетом, но она более маленькая. Вот. И иногда она просто вот не звучит, и с ней надо пообщаться, для того, чтобы она зазвучала. А вы на ангела похожи, вот с этой чашей. Спасибо. Я как художник образовала, да, на ангела, то есть она такая светлая, да. Ну, да, я очень долго эти чаши выбирала в Питере. Ну, в Москве, наверное, тоже это есть. Вот. И продавец этих чаш, его зовут Кришна. Кришна. Да. И фамилия у него Прасад, Кришна Прасад. Мне было вот очень интересно. Интересно, да. Или, как бы, еще не дорос до какой-то более такой большой чаши. Такой вот, может быть, тоже. Вот у меня вот как-то вот эта чаша. Спасибо, очень интересно. Ну, это вот я свой опыт рассказала. И полезно, и полезно. Да. Да, да. Ну, и еще раз напоследок звучание. Звучание чаши, хорошо, пожалуйста. Звучит музыка. Спасибо. А еще у меня есть такой еще инструмент. Сейчас можно, сейчас, я секундочку. Саша, помнишь, к тебе приходили один раз с такой чашей, когда ты жил на Первомайской, помнишь? Да, да, да. Только они были большие у него, да. Да, 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 было побольше, да. Ну, мне тогда так не объяснить, как сейчас. У меня есть еще вот такой инструмент, я играю на нем. Ну, я обучилась тоже совсем недавно. Это варган. То есть он тоже, в общем-то, как звукотерапия варган. Космические звуки, да? Как когда планета зарождалась, видимо, такие звуки были. Ну, да, в общем-то, это тоже. Шерез папоротников, дождь, ливень, да, вот это все древние. Это тоже из разряда звукотерапии, которая помогает, в общем-то, вот энергетическим центрам человека получить разблокировку, так скажем. Да, 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 конечно, зажимы снятия, да. Да, снятия зажима. Ну, и, в общем-то... Первоприродные такие вот... Природный звук, да. Вообще живой звук, я так поняла, почему раньше вообще вот в Советском Союзе и, так скажем, в моем детстве, да, всегда были, водили детей на концерты классической музыки. То есть вот все были, так скажем, произведения, да, были записаны под классическую музыку, и дети принимали это участие и, в общем-то, слушали. Оказывается, чтобы ухо было открыто у ребенка, это очень важно. Вот именно слушать живой звук. Не сейчас, которые вот, ну, электронные, да, а вот именно живой звук. Ну, классические произведения, они такие эталонные гармонии, да. Струнные, очень хороший инструмент, как гусли, например, мы вообще о нем забыли. То есть литавры, гусли. И, в принципе, ну, через, например, даже есть такие ложки, ну, наши, которые деревянные, деревянные, деревянские. То есть есть еще такое простукивание, как метод простукивания тела человека ложками. И, в общем-то, тоже снятие своего стресса, освобождения. Скажите, колокола, они, наверное, тоже так... Колокольцем, да, я пользуюсь тоже колокольцем. Они тоже разного звучания, колокольцы. Очень хорош валдайский колокольчик. Он более такой нежного звука получается. И он тоже так же, если ты проверяешь человеку энергетические центры, особенно вот центр земли, стопы, бывает блокировка, и у человека не проходит просто энергия ни вверх, ни вниз. Вот, ну, потому что здесь тоже есть у нас вот эта точка Живи-20. Вы записываетесь. Точка Живи-20, которую тоже нужно, в общем-то, держать вот так пальчиками, и тоже можно снять стресс. Это уже китайская медицина. Удивительно. Китайская медицина. То есть вообще человек, это он сам может себя лечить. Вообще просто вот сам себя лечит, то есть он может себя восстанавливать. Я извиняюсь, я был на одном мероприятии, приезжала из Индии дама, она показывала всем метод йоги, какой-то такой вот уровень. И полтора часа ее ждали, музыку они играли, кто с ней приехали там на индийских инструментах, потом она зашла, и они все уже настроены, и она сказала, держите руку вот так, делайте вот так, и вы почувствуете влияние, как между вашими волосами и рукой происходит какое-то, как будет легкое-легкое трепетание, шевеление, и весь народ, большой зал. И они все начали так делать, и они почувствовали, как будто бы рукой соприкасается с волосами, и они все вошли в такое состояние, я смотрел, медитативное, трансовое. И видимо многие начали там восстанавливаться. Это какое-то направление йоги, вот то, что вы сейчас рассказываете, видимо человек действительно так устроен, как вы говорите, и звуками, и цветом. Да, да, цветотерапия, то есть каждый энергетический центр, он имеет свой цвет, вы знаете, да? Вот, и еще есть очень интересные вещи, например, когда руки, то есть вообще любого человека, нажатие на точки К27, и вот это вот массирование, то есть они приводят в ресурсное состояние, человеку он набирает как бы энергию в зубне. Удивительно, да. И оказывается у нас вот эти руки плюс-минус, да, и вот большой палец оказывается очень имеет большое влияние. То есть если он прижимается, вот при любых каких-то манипуляциях, так скажем, руками, он должен быть прижат. Тогда ладонь имеет как бы энергетику сильную. А давайте мы с вами сделаем несколько таких маленьких занятий по интернету для всех. И вы там расскажите о том. Да, я проводила. Тут 22 марта я была на одном мероприятии, меня приглашали предприниматели. Вот, тоже я с Венечашем, с Варганом, и я рассказывала из области кинезиологии, нейрокинезиологии, показывала точки для снятия стресса, потому что предприниматели, они, в общем-то... Им это нужно, конечно. Им это необходимо просто для хорошее восприятия бизнеса и вообще бизнес-партнера. Конечно. Стрелаем, да? Да. Спасибо. Можно приехать, я могу сделать здесь, и можно в зуме. Спасибо большое.